Шуба из паркузинского сомоля, сильвер. Красивая шуба. Стиль Шанель, имеется в виду выкидка по горизонтали, но это стиль Шанель авангард, скажем так. Не классика, как мы делали предыдущие модели, а оверсайз. Смотрите, какая она широкая. Я уже упакована, не покажу. Соответственно, здесь нет вточного рукава, она очень комфортная, и рукав слегка заужил. Скажем так, не вот этот полноценный рукав широченный кимоно, а заужен к запястью. Здорово смотрятся варианты застежки, два варианта застежки. Каким образом? Значит, вы застегиваетесь вязалием, здесь есть такие крючочки. Сейчас я попытаюсь стекнуться, я сук, не совсем удобно. Ну, в общем, таким образом. И получается, что шалевый ворот, все-таки застеглась терпения, я вам все покажу. И вы носите шалевым воротом. Здесь есть два замка, и можно носить шалевый ворот таким образом. Смотрите, как здорово. Аккуратный воротник стойка, подплатной. Я подвигаюсь, вы посмотрите, как смотрится это изделие. 7,8 укороченный рукав. Вы можете одеть перчаточку. Сейчас я наше покажу, как это будет посмотреться с перчаткой. У меня рост метр восемьдесят. Соответственно, на стандартный рост это красивая длина рукава. Шалевый ворот, как вытягиваю. Такая здоровьевская шутка. Подвигаюсь. Хочу показать вам это изделие во всей красе. Такое свободное. Я называю эти шубы шубодеяло. Имеется в виду, что можно просто укутаться, и не надо даже застегиваться. Даже можно не застегивать на два этих крючка. Есть второй способ застежек. Сейчас я расстегнусь. Растегиваем визавит. И застегиваем застежку сверху. Сейчас. Вот таким образом. Классическим, скажем так. Тоже очень здорово смотрится. Очень здорово, комфортно. Смотрите, как здорово в движении смотрится. Это шуба-одеяло, шуба-плед. И не надо здесь ни в кояса, ничего. То есть она свободна. Легкое движение, невесомое. И очень красивого оттенка. Я надеюсь, что на видео все-таки виден этот оттенок. Огромный расход. Я специально растекнула, чтобы показать. Знаете, в развернутом виде это 150 сантиметров. В развернутом виде это шуба. Невесомая, красивая шуба.